Михаил Васильевич Попов. Наука логики Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Пособие по изучению. Введение. Нелишним будет в очередной раз обратиться к гениальной работе Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Наука логики. Потому что это вершина философской мысли, вершина в развитии диалектики. Диалектику можно изучать и серьезно изучать только по науке логики Гегеля. Систематизация какой-либо науки бывает настолько редко, не раз в 100 и не в 200 лет, а раз в 1000 и 2000 лет. А Гегель построил всю систему диалектики впервые со времен Гераклита, его рассуждений, что с одной стороны все течет и изменяется, и все при этом с другой стороны остается равным самому себе. Но часто люди, которые про это говорят, берут только одну сторону – все течет. А то, что оно при этом остается равным самому себе, то есть само противоречие, не берут. И можно Гегелю предъявить только одну претензию, что он построил эту систему на идеалистической основе. Гегель построил систему на той основе, которая к тому времени существовала в науке. В то время материализм был слабым, потому что он не был диалектическим. Зато быстро стали развиваться философские события после публикации науки логики Гегеля. Фейербах написал книгу «Сущность христианства» и сразу переубедил Маркса и Энгельса, которые были до этого младогегельянцами, в том, что материализм – истинное учение, а не идеализм. И они перевернулись. Правда, Маркс писал, что надо перевернуть Гегеля с головы на ноги. Так-то оно так. Но с другой стороны, на самом деле Гегель поставил Маркса и Энгельса на голову, а им пришлось переворачиваться. И перевернул их Фейербах. То есть после работы Фейербаха «Сущность христианства» они стали материалистами. Но Маркс и Энгельс не просто перевернулись. Они стали такими материалистами, которые продвинули вперед и диалектику Гегеля, и материализм Фейербаха, и создали диалектический материализм. Чтобы понимать диалектический материализм другого средства, кроме как изучать наряду с работами Маркса и Энгельса науку логики Гегеля, нет. Затем последовало создание Марксом и Энгельсом исторического материализма, когда они применили диалектику не только к движению в разных сферах, а к исследованию общества. А для этого они встали на такую материалистическую позицию. Для того, чтобы заниматься литературой, наукой, искусством, нужно есть, пить и одеваться, и иметь крышу над головой. Надо выразить такой основной посыл, от которого отталкивается наука, что в основе всей человеческой истории, как писал Энгельс, лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Сначала это было производство человека в первобытно-общинном обществе как такового, рождении, воспитании, приобщении его к жизни в общине, а потом на первое место вышло производство и воспроизводство материальных благ. И с того времени в основе общественного развития лежит развитие материального производства и развитие производительных сил, и смена способов производства приводит к смене формаций. Движение, связанное с движением производства в конечном итоге, и является главным моментом совершения революций. Революции, конечно, осуществляют люди, они ведут сознательную борьбу, но сама эта борьба и с точки зрения предпосылок, и с точки зрения оснований, и с точки зрения результатов, вся эта борьба предопределена предшествующим развитием производительных сил. Вы не можете совершать социалистическую революцию, пока до известной степени не разовьется производство. Россия имела пятое место в мире по уровню развития капиталистических стран. Некоторые говорят, вот отсталая Россия. Но она была отсталая в государственном отношении, потому что феодализм мешал ее развитию, но экономика развивалась очень сильно. Работа Ленина, развитие капитализма в России, показала, что в России в конце 19 века вовсю развивается капитализм, а в начале 20 века в России уже монополистический капитализм развивался. Пятое место в мире – это, конечно, не призовое место, но близкое к призовым. Нельзя ставить так вопрос, что Россия была неразвитой. Россия имела противоречия очень острые во всех отношениях. Так что и развитость была, и неразвитость, то есть отсталость одновременно. И это усилило те противоречия, которые привели к революции. А вдобавок мировая война принесла неслыханные бедствия, и трудящиеся поняли, что избавиться от них можно только через переход к социализму, через революцию. И если бы не революция в России, то неизвестно, сколько бы еще народа перебили в этой войне сцепившиеся в смертельной схватке две группировки капиталистов. Я был в Бельгии, в городе Ипор. Я был в Бельгии, в городе Ипор, в музее Первой мировой войны. Там на снимках показано, как все перемешалось – камни, люди, куски людей, кровь и грязь. Бесконечные кладбища с травкой и столбиками, на которых написано «Лейтенант такой-то из Австралии», «Капрал такой-то из Новой Зеландии». Ну зачем же они приехали сюда, в город Ипор, и полегли? Открытие, которое сделали Маркс и Энгельс, великое, но в основе его лежит то, что сделали Гегель и Фейербах. А синтезировали эти учения и развили Маркс и Энгельс. Они создали единую систему развития науки об обществе, которую потом конкретизировал Ленин. Это ставит науку логики в число самых современных работ, потому что нет больше других работ по диалектике. Все другие работы по диалектике представляют собой плохие школьные учебники. Нет хороших работ по диалектике. Да и не может быть. Одно дело рассказывать про диалектику, другое дело из простой категории чистое бытие выводить все остальные. И начинается эта работа с самого простого, с начала. А начало есть неразвитый результат. Результат же в свою очередь есть развернутое начало. А что может быть началом? Началом является то, что есть, бытие. А дальше идет учение о сущности, это снятое бытие. А потом второе отрицание, снятие сущности и возвращение к бытию, в котором есть и сущность, и бытие в снятом виде. Понятие это система. Есть объективная логика, это первая книга учения бытии и вторая книга учения о сущности, то есть первый том науки логики. И есть субъективная логика, учение о понятии, второй том науки логики. Учение бытии начинается блестяще, с такого бытия, которое является самым простым. Что самое простое? То, что есть и все. Если вы что-то изучаете, то оно есть. Вы не будете же изучать то, чего нет. То, что вы изучаете, называется бытие, без всякой дальнейшей определенности. Бытие первично. Ленин по этому поводу говорит, что звучит весьма материалистично. Идеалистическое произведение Гегеля, как только доходит дело до диалектики, то начинается оно с чистого бытия, самое материалистическое начало. И Ленин пишет, что он старается читать Гегеля материалистически. Гегеля материалистически. СТУК В Иг Kanal